Компания TraceX представляет наши коллеги Игорь Иванчиков и Джамал Казимбедов. TraceX предлагает решение по интеграции производственных линий с RP-системами заказчиков. После презентации мы ответим на ваши вопросы, просим задавать их в чате. Иконку чата вы можете найти внизу вашего экрана зума. Также запись вебинара будет разослана всем участникам на электронную почту, указанную при регистрации. Итак, начнем с презентации холдингов Форентек. Сегодня мы с вами обсудим все варианты по реализации задачи обязательной маркировки продукции из товарной группы «Готовая молочная продукция». Я сейчас перейду в режим демонстрации экрана. Все видят? Все хорошо. Согласно классификации национального справочника, который представлен на вашем экране, обязательной маркировке подлежит следующей продукции. Не буду зачитывать, вы все прекрасно видите. Давайте далее рассмотрим структуру, кратко структуру кода Data Matrix, предназначенного для сериализации. Я намеренно использую слайд, который звучал на многочисленных вебинарах компании регулятора ЦРПТ. Добавить нечего. Это больше вопрос, наверное, для специалистов. Кратко могу сказать, что он состоит из трех частей. Это уникальный идентификатор кода и код проверки. Особо не будем на этом останавливаться. Если будут вопросы, мы с ним тогда дальше. Код для агрегации или SSCC-код имеет другую структуру. Этот код линейный и одномерный. Он представлен на слайде справа. Перед тем, как перейти к видеодемонстрации, которую мы для вас подготовим, мы особо хотим подчеркнуть, что мы провели масштабное лабораторное испытание всех видов маркировки с оценкой качества кода или квалитета всех методов маркировки. Для оценки квалитета мы использовали ручной стационарный верификатор. Вы его также увидите на видео. Коды считаются качественно нанесенными, если при проверке верификатором на базе требований ISO стандарта квалитет соответствует уровням А, В и С. Уровни ниже С недопустимы, согласно требованиям регулятора. Структура кода DataMatrix такова, что даже когда код немного не пропечатался или код повредился при логистических движениях, тем не менее, такой код можно считать даже при 30% повреждении площади поверхности. На производственных линиях мы... Еще, извините, покажу вам несколько слайдов. На производственных линиях мы применяем высокоскоростные системы технического зрения. Итоговая же скорость всего процесса будет определяться скоростью нанесения двухмерного кода и человекочитаемой информации, а также скоростью обработки компьютером данных от линейных верификаторов. Маркировочное оборудование, поставляемое Форентек Холдингом, способно работать на высоких скоростях, но специфика нанесения и считывания двумерного DataMatrix кода требует особого подхода, в связи с чем лабораторные испытания показали необходимость снижения скоростных показателей. Другие тестовщики могут уверять в быстродействии их оборудования, но никто из них не представил отчеты по квалитетам. Мы же провели качественные лабораторные испытания с проверкой квалитетов и представили реальные практические решения для молочной промышленности. Ну, собственно, теперь давайте перейдем к просмотру видеопрезентации. Холдинг Форентек – это надежная российская инжиниринговая компания, имеющая 30-летний опыт успешной деятельности в области промышленной маркировки и идентификации продукции. Холдинг имеет центральное подразделение в Москве и 5 региональных представительств во всех федеральных округах России. Каждое представительство оснащено сборочной площадкой, складом оборудования и расходных материалов. Порядка 2,5 тысяч ведущих российских и зарубежных компаний используют маркировочные решения, поставляемые холдингом Форентек. Парк установленного оборудования превышает 13,5 тысяч единиц. Холдинг Форентек – это различные виды маркировочного оборудования, высококвалифицированные специалисты, точные решения под ключ и качественное сервисное обслуживание. 30 лет мы помогаем и поддерживаем бизнес в производственных компаниях. 30 лет гарантии надежности. 30 лет стабильности. Во всех отраслях производства и логистики все в большей мере используются коды для отслеживания продукции на пути от производителя до потребителя. Ошибка считывания может повлечь непоправимые последствия – замедление производственных линий, затраты на повторную печать, потери продукции, выплаты компенсаций. Программно-аппаратные решения холдинга Форентек позволяют наносить уникальные дата-матрикс-коды на единичную продукцию и линейные коды на групповую упаковку в соответствии с рекомендациями программы «Честный знак». Специалисты холдинга Форентек помогут подобрать решение, установить оборудование и наладить маркировку для создания кодов, отвечающих требуемым стандартам качества и доказать их соответствие через отчеты о качестве печати. Качество печати оценивается по стандартам ISO Давайте разберемся, каким способом оценивается качество маркировки по стандартам ISO и какие стандарты существуют. Для оценки и диагностирования проблем процесса печати кодов по ряду параметров используется верификатор. Аппаратно-программные комплексы верификации выдают отчеты о качественных параметрах кодов и проверять полученные данные на соответствии определенным требованиям. Для верификации нанесенных датаматрикс-кодов применяются два основных стандарта ISO 15415 и ISO 29158. Коды, напечатанные прямой контактной печатью высокого разрешения, используют ISO 15415. Для печати датаматрикс-кода по данному стандарту предназначено следующее оборудование. Настольные термотрансферные принтеры Novak Solution моделей XLP504 и серии 640X. Принтер-аппликаторы Novak Solution с моделей ILX924, ILX734 и XPA934. Термотрансферные принтеры для гибкой упаковки Sovema. Коды, нанесенные бесконтактной или точечной маркировкой среднего разрешения, используют ISO 29158. Для печати такого датаматрикс-кода предназначено следующее оборудование. Каплеструйные маркираторы Hitachi, термоструйные маркираторы MarkoPrint, лазерные маркираторы Maxa. Для демонстрации возможностей оборудования при маркировке молочной продукции программистами холдинга Forentech было разработано специальное программное обеспечение. Программное обеспечение позволяет По API-интерфейсу запрашивать и получать от регистратора эмиссии кодов маркировки. При необходимости код маркировки можно загрузить в систему из файла. Наносить коды маркировки на этикетки или упаковки с продукцией. С помощью камеры верифицировать нанесенные коды. Регистрировать отчет о нанесении в CRPT. Рассмотрим работу программного обеспечения. Перед работой с программой необходимо отключить тестовый режим. Сервис, настройки, снимаем галочку с функции тестовый режим. Коды маркировки мы заказываем у регуляторов CRPT. Во вкладке справочники необходимо выбрать раздел товары. Выбираем из базы продукт с привязанным индивидуальным номером заказа JETIN. Молоко Forentech. Формируем заявку на КИС. Добавляем заявку на КИС. И заказываем 20 штук кодов. Делаем запрос на КИС. Выполняется запрос на получение кодов. Идет обращение в CRPT. Заказные коды успешно получены. Можно просмотреть полученные коды, уникальные серийные номера, индивидуальный номер заказа JETIN и сами коды. Возвращаемся в основное меню. Мы запрашивали коды для маркировки определенной серии продукта. Заходим во вкладку серии и упаковки, производственные серии. Выбираем наш продукт молоко. Нажимаем копировать. Добавляем серию продукта. Меняем необходимые поля. Указываем количество заказанных для маркировки кодов. 20 штук. Сохраняем изменения. Нажимаем документы операции и серии. Добавить операцию. Маркировка товара. Пишем дату. Сохраняем. Переходим во вкладку действия. Выполнить задание. Выбираем оборудование для нанесения маркировки. Нажимаем старт для отправки задания на печать. Во время маркировки продукта программа отображает верификацию нанесенных дата-матрикс кодов. Зеленые коды верификация прошла успешно. Красные коды верификация не прошла. Продукт отбракован. По завершении маркировки нажимаем стоп. Завершить задание. И выходим в основное меню. Переходим во вкладку документы. Маркировка товара. Выбираем наш код документа 2739. Видим в базе верифицированные коды маркировки, которые мы нанесли на продукт. Далее для передачи базы нанесенных кодов в ЦРПТ нажимаем вкладку ЦРПТ отправить документ. Рассмотрим демонстрацию процессов нанесения дата-матрикс кодов различными типами оборудования под управлением данного программного обеспечения. Самым распространенным местом нанесения маркировки на линии розлива молочной продукции является линейный транспортер – конвейер. В основном конвейер имеет звеневое исполнение со множеством сочленений и изгибов, что при движении продукта вызывает колебания. Это крайне негативно сказывается на качестве при нанесении маркировки как простой срок изготовления, так и более сложный штрих-код дата-матрикс код, который и применяется в процессе сериализации. Чтобы избежать вредного фактора колебания, предлагается использование узла стабилизации продукта, который позволяет объекту равномерно проходить в момент печати под принтерной головкой маркиратора, в нашем случае каприструйный принтер Hitachi. Каприструйный принтер Hitachi при создании условий стабилизации проходящего объекта контрастного светлого цвета позволяет наносить дата-матрикс код, требуемого качества, на скоростях до 20 метров в минуту. Самым простым и надежным способом маркировки является печать кода на белой самоклеящейся этикетке, с последующим нанесением ее на продукт с помощью аппликатора. Настольный термотрансферный принтер Novak Solutions позволяет напечатать переменные дата-матрикс коды на самоклеящихся этикетках в рулонах. Далее отпечатанный рулон этикеток заряжается в автоматический аппликатор Novak Solutions для осуществления автоматического нанесения этикеток на продукты, движущиеся по конвейерной ленте. Модель аппликатора подбирается в зависимости от скорости перемещения продукта. Автоматический аппликатор позволяет наносить этикетки на скорости до 70 метров в минуту. Вместо двух отдельных устройств возможно использование одного – принтер-аппликатора Novak Solutions, который позволяет одновременную печать и нанесение этикетки на продукт с плоской поверхностью, движущейся по конвейерной ленте. Вариант использования принтер-аппликатора представляется наиболее удобным с точки зрения отсутствия зависимости от стороннего источника печати этикеточного материала. Малача в Клинико packet Термотрансферные принтеры Sovema предназначены для интеграции вертикальной и горизонтальной упаковочной машины, а также в различные типы этикировщиков и перемотчиков. Принтеры позволяют наносить переменную информацию на упаковочный материал до формирования гибкой упаковки, а также на этикетку до момента нанесения ее на продукт. Применяются для работы в непрерывных или старт-стопных режимах. Термотрансферные принтеры Sovema производят печать переменного дата-матрикс-кода со скоростью до 30 метров в минуту и производительностью до 80 отпечатков в минуту. Подогрев печатающей головки позволяет использовать все модели принтеров кассетного типа при пониженных температурах. Самый широкий модельный ряд среди производителей этого типа оборудования позволяет подобрать специфичную для конкретной технической задачи модель принтера, без необходимости переплаты за функционал, который не требуется. Продолжение следует... Компактные габариты тормоструйного маркиратора MarkoPrint позволяют произвести установку принтера в любое место производственной линии. Для предотвращения колебаний упаковки, что является абсолютным требованием при печати двухмерного кода, необходимо использовать устройство стабилизации продукта. Дата-матрикс-код может наноситься с разрешением печати 600 на 600 DPI. Картриджная система дает возможность осуществлять сверхбыструю смену емкости чернил. Для маркировки фольгированной упаковки и упаковки на основе кашированной бумаги используется лазерный маркиратор Maxo. С целью предотвращения прожига упаковочного материала на область, отведенную для маркировки, типографским способом предварительно наносится специальный термолак. При этом лазерный луч затрагивает только слой термолака, не повреждая саму упаковку. Продукты, уложенные вручную или с помощью картонажной машины, агрегируются в короб. С помощью принтер-аппликатора Novak Solutions печатается и наклеивается групповая этикетка с кодом, в котором содержится вся информация о продуктах, уложенных в этот короб. Короба укладываются на палету. На готовую палету с продуктом печатается и наклеивается групповая этикетка, в штрих-коде которой содержится вся информация о коробах, уложенных на палету. Нанесение этикетки возможно как вручную, так и в автоматическом режиме с помощью принтера Novak Solutions, дознащенного пневмоаппликатором. Холдинг Форентек – это комплексное решение маркировки, этикетирования и упаковки. Прощайтесь в Холдинг Форентек, и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение под вашу задачу. Добрый день, коллеги. Меня зовут Жамал Корзенбеков. Я расскажу вам немного об аспектах маркировки. Мы занимаемся маркировкой разных видов товаров. Мы начали несколько лет назад это направление, и в данный момент мы занимаемся маркировкой лекарственных средств, маркировкой молочной продукции, воды, парфюма, текстиля и т.д. Во всех проектах маркировки имеются три ключевых аспекта, которые меняют бизнес-процесс для клиента как таковой. Нанесение кода и агрегация на продукт. Об этом наши коллеги из Форентек рассказали. Все абсолютно исчерпывающе. Второй момент, который необходима – организация складских операций. Зачем это нужно? Ранее было достаточно доставить клиенту товар необходимой номенклатуры и необходимой серии срока годности и т.д. В данный момент правила игры меняются в связи с тем, что появляется необходимость доставить клиенту непосредственно товар определенной серии и номера. То есть вам необходимо отчитываться об упаковках, которые были проданы конкретному вашему покупателю. Будет оптовый покупатель, будет доставка товара в розничные точки. Но об каждой операции передачи конкретных кодов вам необходимо сообщить. Это добавляет определенные функциональные требования к складским операциям, о которых я сегодня подробнее расскажу. И третий пункт – это интеграция из МТ, куда необходимо эти самые отчеты о передаче товаров передавать и откуда получать, соответственно, подтверждение. И интеграция всего этого дела с учетной системой, потому что без учета нам никуда. Об этом подробнее расскажет мой коллега Игорь Иванчиков. Сейчас мы перейдем к складским операциям. Итак, прослеживание цепи поставок. Производитель наносит заказанные укоды маркировки и передает в СУЗ, честного знака, данные о нанесенных КИЗ и агрегационные данные. Далее ему необходимо реализовать этот товар. И по всей цепочке далее, будь это импорт товара, дистрибьюция и ритейл, у каждого участника есть свои обязанности по передаче определенных данных. Данные о нанесенных, будь то КИЗ, о регистрации импорта, о закупках, либо о регистрации реализации конкретных кодов, кто реализовал и кому реализовал. Я специально утрирую и упрощаю. У ритейла только данные о закупках и розничных продажах. У них немного с этим проще связи с тем, что данные о розничных продажах автоматически будут уходить из расчетно-кассового оборудования через уже реализованную его интеграцию. Именно всего лишь необходимо обновить данные. Вот так вот выглядит матрица отношений представителей. Мы не видим. Мы видим только заставку. Наверное, другой экран. Или видео зависло, нужно трансляцию перезапустить. Так, а так лучше? Коллеги? Да, видно. Видно. Вот, отлично. Итак, это матрица участников и виды отчетов, которые каждому из них необходимо предоставлять из МТ. Итак, складские операции. Во-первых, несколько слов об агрегации, потому что возникают вопросы. Нужна ли агрегация? Недостаточно ли наносить непосредственно сами коды агрегации и так далее. Во время складских операций вам необходимо будет как со своего склада, так и есть возможность это делать непосредственно при доставке товара, сканировать тот товар, который вы отгружаете к контрагенту. И в этот момент он сам по себе немного увеличивает временные затраты склада или экспедитора в зависимости от того, на каком этапе будет сканироваться товар. И если не производится агрегация товаров, и у вас нет возможности считать непосредственно транспортную упаковку и придется считывать каждый элемент внутри коробки, то это увеличит временные затраты у вас приблизительно пропорционально количеству товара внутри коробки. То есть если вам необходимо было считать один код, а в коробке 6 упаковок, то у вас в 6 раз увеличится необходимость, потому что нужно будет считывать эти все 6 упаковок, доставать там, если нижний слой и так далее. То есть это абсолютно непрактично, как показал опыт на других проектах, и уверен, что в молочке это будет точно так же. Агрегация – это самому производителю абсолютно необходимый элемент для того, чтобы упростить себе операцию и дальнейшему, естественно, и самому рынку. Далее про складские операции. Есть два варианта, на данный момент нами проработанных, которые позволяют адресно поставлять коды и понимать, какие коды какому контрагенту отгружены. Первый вариант – это склады с инфраструктурой, на которых производятся эти операции. Я далее покажу, как на терминале это выглядит. Делаются операции подбора товара для клиента, когда весь необходимый к поставке товар конкретному получателю обособляется, то есть собирается либо на палету, либо в короб. И там находятся все виды товара, которые он заказал – молоко, кефир, сыры и т.д. Один из наших клиентов решил под это дело выбрать специфические коробки большой вместимости с толстым картоном, куда он складывает этот товар. Но это вариант для небольших партий. Если же заказы большие от данного покупателя поступают, естественно, они это собирают на палету. Это первый вариант. И здесь появляется элемент так называемого подбора товара, который необходимо делать, перемещаясь по складу, подбирать внутри заказа товары и сканировать конкретные уже коды того товара, который в соответствии с этим заказом будет отгружен клиенту. Вариант второй – это непосредственно сканирование при доставке товара экспедитором. Мы его также проработали, и это выглядит следующим образом. Непосредственно адрес на клиенту еще не выделяется товар. Необходимое к доставке данным грузовиком количество товара, общее количество товара загружается в грузовик. Оно не делится по группам товаров под каждого клиента. Допустим, есть сеть «семерочка», в которую необходимо доставить в пять магазинов в этом грузовику товар. Весь товар, который он должен доставлять, загружается. Конкретные адреса, конкретные покупатели, мы исходим из того, что на каждом адресе нужно целенаправленно под конкретную накладную поставку сделать. Приезжает грузовик в первый магазин, у него есть накладная, и у него есть в терминале сбора данных конкретный заказ под этот адрес. Он этот заказ открывает, и непосредственно при выдаче и отгрузке товара он сканирует те коробки, которые передаются покупателю. Терминал сбора данных может подключаться как к телефону через Wi-Fi, так и есть терминалы, в которые устанавливается сим-карт. И непосредственно, единомоментно, как он эти делает операции, эти данные передаются к вам и входят в отчет в учетную систему. Из учетной системы при подтверждении отгрузки TraceX отправляет их в НТ, в маркировку товаров. Об этом далее Игорь расскажет подробнее. Эти два варианта, и тот, и другой подразумевают необходимость в любом случае операции с групповыми упаковками, с организованными данными. Виды операций, которые на складе происходят, это поиск товара, подбор, приемка и отгрузка товара, адресное хранение, перемещение товара, инвентаризация, агрегация из коробов. То есть, если у вас на палете лежит N-ное количество упаковок агрегированных, появилась необходимость половину палеты отгрузить, совместить с другой палетой и так далее, это появляются все агрегационные операции, выемка, вложение, разагрегация, перекладка и агрегация, естественно. Эти операции наиболее удобный способ производить с помощью терминала сбора данных. Я попробую показать кратенькое видео, на котором отображены операции, как они выглядят на экране терминала сбора данных. Коллеги, просьба подтвердить, что видео мы можем наблюдать. Да, все хорошо. Здесь демонстрация приемки товара на склад. Как вы видите, здесь отображена конкретная номенклатура и GTIN и срок годности данного товара. И сейчас будет отображено сканирование палеты со всем этим товаром. При сканировании палеты подтверждается, что товар полностью собран. В данном случае я не перехожу в меню и проверяю просто, что все есть товар собран. Таким образом, с терминала сбора данных мы только что приняли товар конкретных серий и конкретных с конкретными кодами. Система автоматически знает, что находится внутри палеты со систем, что агрегационные данные уже сюда были в терминал сбора данных переданы. Далее я еще покажу вам операции подбора товара. Итак, также я вижу одну палету. Я взял, вернее, коробку, целиком взял коробку в соответствии с планом. Далее я иду по одному, подбираю йогурты, добавляю. Данные операции могут производиться как в отношении коробов целиком, так и в единице товара, так и в отношении палеток. Далее. Очень интересный момент при работе с терминалом. Он не позволяет взять агрегированную упаковку в связи с тем, что отчет не пройдет из МТ, если нарушены правила агрегации. То есть вы не можете отправить отчет в МТ о том, что вы продали что-то, что было вложено в короб. Перед этим в МТ должен уйти отчет о том, что это было вынуто. То есть была произведена выемка из данного короба, либо короб был разагрегирован. И об этом предупреждает терминал сбора данных и просит сделать операцию трансформации. Я перехожу в меню действия и произвожу разагрегацию этого короба. Отсканирую этот короб. И данный короб становится невалидным. То есть этот короб более не существует, код на нем недействителен, эти товары внутри него просто лежат как наполнение. Я эти товары отсканировал и таким вот образом получил необходимый результат. Если позиция уже добавлена и вы ее считываете еще раз, система сама вам об этом напоминает и говорит, что позиция уже добавлена, вы хотите ее исключить. То есть таким образом у вас, если вы положили не тот товар, отсканировав его, всегда есть возможность считать его заново, исключить из подбора и положить на место. И далее, соответственно, мы переходим в меню, также выходим. Переход в меню и выход из документа автоматически означает его отправку с подтверждением, что отгрузка или подбор или текущая операция, которая в данный момент делается, она завершена. И далее уже в складской системе можно наблюдать результат данной операции. Далее отгрузка выглядит так же. Мы сканируем просто подготовленный товар, будь то палета, будь то короб подобранный и так далее. В брифле покажу это тоже кратенько. Мы считываем полную упаковку и у нас показывается, что товар полностью готов к отгрузке. Мы проверяем, что все пункты окей, и выходим из документа. Имеется два возможных варианта работы с отгрузкой. Разные клиенты его выбирают себе в соответствии с их бизнес-процессом. Выглядит это следующим образом, что часть клиентов, подобрав и обособив товар, и переместя его в зону отгрузки, второй раз его уже больше не сканируют. Они просто в складской системе указывают, что тот товар, который был подобран, он отгрузан. А часть клиентов предлагают, вернее, у них бизнес-процесс построен так, что у них есть еще контроль отгрузки товара, непосредственно склада. И они перед отгрузкой товара, вернее, погрузкой товара в транспорт еще раз сканируют его. И тот, и другой вариант бизнес-процесса поддерживается и выполняется. Также часто запрашиваем вопрос, как выглядит списание. Списание выглядит аналогичным образом. Подбирается товар, сканируется. И также в результате сканирования передаются данные конкретных упаковок, которые были повреждены и которые необходимо списать. Здесь, как вы видите, попытка взять лишний элемент, система контролирует также. Она не позволяет взять лишний элемент. Также система контролирует сроки годности и не позволяет взять не тот срок годности, например, чем указан в заказе и так далее. И в данном случае была указана конкретная короба, которую необходимо уничтожить. И она не позволяет взять больше, чем запланировано. Аналогичным образом, при завершении сканирования документ завершается. Эти данные уходят в складскую систему с указанием, что данный товар отсканирован и может быть списан уже из учетной системы. Об интеграции учетной системы и далее расскажет мой коллега Игорь Иванчиков. Игорь, тебе слово. Спасибо большое. Очень интересно, обстоятельно. Ну, давайте поднимемся чуть выше на уровень уже интеграции. Позвольте вначале немножко рассказать о нас. Так, уже скользко говорили, что мы представляем группу компании ActivePlus, являясь руководителем. Более 20 лет мы занимаемся интеграцией бизнес-систем. Мы реализовали более тысячи проектов. В группу компании входит 1С-франчайзи. И, скажем так, подавляющее большинство наших клиентов, конечно, автоматизируется на платформе 1С. Но также попадаются интеграции с другими информационными системами ERP, в частности SAP, GD Edwards. То есть, если есть с чем интегрироваться, если есть открытая API, мы готовы в эту сторону тоже смотреть, двигаться. Участвовали в крупных проектах автоматизации линий по производству напитков, в том числе алкоголя. Так исторически сложилось, что наша группа компаний занималась поддержкой алкогольных компаний в прошлом. Участвовали в автоматизации Honor Motor Rus, в частности, связывали 1С с SAP. Из больших высоконагруженных проектов, наверное, самые высоконагруженные проекты были связаны с одноклассниками, когда миллионы транзакций в час проходили, и с автоматизацией автозапчастей, где количество номенклатуры, только просто номенклатурные группы превышают 40 миллионов штук. И все это нужно хранить в базе данных, чтобы это работало с приемлемой скоростью. Для автоматизации маркировки нами была разработана специальная платформа, которая встраивается между существующими системами и системой «Честный знак». Сюда входит и СУС, то, что касается заказа кодов и выпуска, а также системы маркировки товаров, универсальная система, которая позволяет отслеживать движение УПД и всех трансформационных операций. В качестве основной учетной системы, ну, она в общем виде называется ERP, но на самом деле для небольших дистрибьюторов-производителей это могут быть также и простые системы, типа управления торговлей или какие-то складские, просто упрощенные производственные системы. формируются упрощенные сообщения, которые практически не изменяют ландшафта. То есть, если у вас ввелся по партионный учет, вот ровно такие же сообщения переходят на платформу TraceX, а вся агрегационная информация по кодам, по палетам, коробам, что во что вложено и взаимодействие со складом уже не касается основной учетной системы. Таким образом, мы практически снижаем до минимума изменения текущих бизнес-процессов заказчиков и изменения их учетных систем. То есть, если у вас есть уже отлаженные процессы, не считая складов, которым непосредственно придется, конечно, вовлекаться в сканирование и отслеживание вот этих агрегационных операций, со стороны бэк-офиса количество изменений будет минимально. И наша задача сделать так, чтобы переход на маркировку был комфортен и безопасен для текущего работающего бизнеса. Как я уже сказал, между учетной системой и платформой обменивается минимальное количество информации, а информация, которая требуется, допустим, для заказа кодов и передачи кодов в производство, а также передачи агрегационной информации на склад. Я напомню, что наша система еще производит дополнительные проверки, тем самым снижая количество ошибок или упрощая поиск ошибок и препятствуя вот этим задержкам, которые могут возникать при человеческом факторе, когда кладовщик перепутал код или потерял заказ. Значит, наша система позволяет обрабатывать информационные запросы и быстро выяснять, какой товар относится к какому статусе находится, его историю, каким накладным приходил, каким агрегационным операциям подвергался. Система позволяет интегрироваться с честным знаком напрямую к СУЗу, к маркировке товара, а также имеет выходы на ЭДО, операторы ЭДО, которые сейчас будут играть значительную роль в автоматизации обмена электронным документом оборота между контрагентами. Соответственно, все функции поддержки шифрования, подготовки УПД в нужном виде, все поддерживаются. Так как система изначально разрабатывалась для высоких нагрузок, то она имеет микросервисную архитектуру, сделана не на платформе 1С, а на платформе .NET, то есть Microsoft, использует очереди таким образом задачи, которые требуют больших вычислительных ресурсов, они выполняются в фоновом режиме и не тормозят другие процессы. То есть, допустим, запросив на производство большое количество кодов, допустим, да, у нас система не подвешивается, и параллельно склад продолжает работать ни на секунду, ни останавливаясь, никаких задержек не осуществляется, так как микросервисы, отвечающие за работу склада, за работу производства, они разделены, и также существует возможность масштабирования. Если вы, допустим, упретесь, что у вас миллиардные обороты по количеству первичных упаковок, и нужно где-то нарастить процессорную мощность, мы просто выносим сервис на отдельный сервер, и тем самым у нас отсутствует потолок масштабирования системы. За время реализации проектов фармаркировки наработан опыт проведения проектов. Мы составляем план проекта и тем самым распараллеливаем процессы. То есть, что можно делать параллельно? Это автоматизация складского модуля, автоматизация производственного модуля. Мы подключаем аналитиков, то есть есть экспертиза в области постановки бизнес-процессов. Как я уже сказал, мы философски придерживаемся принципа минимального изменения текущих работающих бизнес-процессов, в чем наши аналитики готовы помочь, проанализировать, подсказать, как получить еще и бенефиты от внедрения маркировки. То, о чем говорит честный знак, что себестоимость товара не изменится, что должно повысить управляемость. Мы как раз нацелены на то, чтобы это было не просто какими-то декларированными обещаниями, но реально маркировка подталкивает участников рынка к более зрелым процессам. И мы готовы в этом помочь, чтобы это не просто было обузой, что мы вынуждены делать какие-то дополнительные действия, но чтобы эти действия давали бенефит для бизнеса, увеличили прозрачность и наглядность работы предприятия. Система может поставляться как в варианте локальном, то есть непосредственно у вас, у заказчиков могут быть расположены сервера, так сервера могут быть расположены в дата-центре наших партнеров. Мы их называем облачной инфраструктурой. На самом деле мы выделяем машину или какую-то облачную систему, где ваши данные изолированы, то есть они не могут попасть к другим участникам рынка или нашим клиентам. И в этом случае, конечно же, снижается количество первичных инвестиций, то есть не нужно закупать серверы, лицензия входит в подписку, и вы получаете весь функционал из облака. Ну и есть третий вариант для организации, которому нужна высокая производительность, контроль над тем, чтобы данные находились внутри контура заказчика, но при этом нет ресурсов на поддержку. Вот гибридный вариант размещения – это когда сервер находится у вас, но наши бригады, наши специалисты полностью ведут их сопровождение и обновление. Теперь о бенефитах, которые можно получить от внедрения фармаркировки. Дело в том, что вы получаете, на самом деле, очень, скажем так, формализованную, нормализованную информацию о вашем товаре. То есть вы можете отслеживать и получать отчеты своей BI-системы, кому это нужно для маркетинга, для планирования логистики товаров. Мы можем с точностью до конечной единицы упаковки рассчитывать, где у нас товар может зависать, не допускать просрочки, а также анализировать, как улучшать нашу систему для того, чтобы увеличивать продажи и снижать потери. Мы можем интегрироваться как с вашими BI-системами, если они есть или нет, то помочь выйти на новый уровень и внедрить BI-систему под непосредственно требованием вашей компании. Далее, в планах создания BI-системы, позволяющей не только ретроспективно анализировать результаты работы или оперативную информацию, но и предсказывать, прогнозировать вероятное развитие ситуации и планировать, когда будет накоплено достаточное количество информации, мы сможем выдавать данные по предсказанию отгрузок в том или ином сегменте и участвовать, помогать, планировать развитие системы, помогать вашему плановому отделу строить стратегию на будущее. Итак, благодаря обкатной системе мы можем значительно снизить изменения в вашей текущей IT-инфраструктуре, за счет чего достигается высокая оперативность внедрения. В среднем мы рассчитываем на 30-35 рабочих дней, то есть полтора месяца можно достичь уже выйти в опытную эксплуатацию. То есть берется система и с минимальными заработками, интеграциями мы получаем уже систему, интегрированную со всеми партнерами, с службами и можно уже приступать к опытной эксплуатации. Текущая система претерпевает минимальные изменения. В рамках проекта мы представляем инструкции, обучаем сотрудников, проводим адаптацию под особенности, под контингент вашего персонала. Снижаются риски по изменению ERP-систем, МЕС-систем. Очень важно, что мы стараемся автоматизировать и снизить человеческий риск на всех этапах, начиная с заказа кодов, когда мы можем не просто нажал кнопочку, заказал коды, а планировать заказ кода, передавать в производство, при этом поддерживать необходимые остатки и следить за тем, чтобы, допустим, нужные коды всегда были в нужном количестве. Это как пример. Также можем контролировать работу кладовщиков и смотреть, выдавать некие ключевые показатели эффективности для оценки качества работы. То есть появляются новые атрибуты, новые механизмы для автоматизации бизнес-процессов и контролинга. Особенно хотелось бы ответить, что наша платформа изначально создавалась для того, чтобы разгрузить и в производительности информационную систему. Вы же понимаете, если раньше у вас накладная уходила на 10-50 позиций, то сейчас мы в УПД должны сопровождать полностью всей агрегационной информацией, не только палет, которая уходит, но и еще вся агрегационная петрушка, которая находится внутри. Наша система проходила нагрузочное тестирование уже на 10 миллионов кодов. Достигнуты очень хорошие результаты. И, как я уже сказал, ограничения по производительности практически нет. То есть просто наращиванием, подключением дополнительных серверов можно всегда масштабироваться. То есть нет никаких ограничений по производительности. Да, ну и готовы интегрироваться с вашими партнерами, с вашими уже имеющимися, допустим, системами электронного документа оборота, с вашими ERP-системами. Есть большой опыт, поддерживаем стандартные протоколы, европейские. То есть у нас есть опыт, на самом деле, работы с зарубежными предприятиями, в том числе и автоматизация импорта. Если такой нужен, то тоже можем предоставить экспертизу в области автоматизации операций в таможенной зоне и в растаможке. На экране вы видите некую таблицу, какие есть альтернативные пути. То есть если у вас есть своя система, допустим, на платформе 1С, конечно же, можно допилить, взять стандартные библиотеки, попробовать ее реализовать. При этом мы получаем полный цикл разработки и риски, связанные с этим делом. Ну и есть, конечно, решение от крупных интеграторов, но оно относится... То есть если наше решение мы позиционируем как средний минус сегмент, то большинство интеграторов, особенно западных, которые зашли на наш рынок, они все-таки относятся к дорогому сегменту и решение для линий стоит почти на порядок дороже. Мы открыты для вопросов, сотрудничества, готовы работать с вашими IT-службами и передавать компетенцию вашей IT-службе. То есть в проекте будут задействованы ваши IT-специалисты, тем самым компетенция по работе с маркировкой будет наращена на вашей площадке. Спасибо за внимание. Готовы перейти к вопросам. Катя, я прошу зачитать вопросы по очереди, да, и, соответственно, мы будем на них отвечать. Коллегия с Форентек готова, Григорий? Готов. Да, всем добрый день. Смотрите, первый вопрос. Какой процент брака выявляется на этапе нанесения кодов в дату-матриц? И следующий же вопрос. Какой процент брака выявляется на этапе считывания маркировки на кассе? Ответит наш технический отдел Денис. Так, смотрите, процент брака, в принципе, он зависит от многих параметров, как оборудование, так и материал, на котором наносится. В принципе, то, что мы пробовали, естественно, мы подбирали оборудование, материал таким образом, чтобы брака не было. Ну, сами понимаете, и со временем, и может, если мы рассматриваем термо-трансферную печать, там головку можно начать полосить и так далее. То есть при пуске оборудования, при настройке оборудования, процент брака, ну, там, не знаю, 0,01 там процента, где-то так может быть. А в дальнейшем, ну, надо смотреть, как будет эксплуатация, как будет обращение с оборудованием, какой техпроцесс и так далее. В общем, получается, что надо тестировать ваши материалы и наше оборудование, на совместимость вообще производства. Ну, и в потоке, потому что, конечно, на больших массах, ну, пока еще проверки нет. Наверное, вам тогда следующий вопрос. Смотрите, как себя ведет оборудование в условиях высокой влажности? Требования к освещению для оптимальной работы системы технического зрения. Смотрите, по влажности, значит, не каждое оборудование выдерживает, конечно, влажность 95%. Все-таки маркировка должна наноситься в средней влажности и стараться в помещении выбирать, которое менее пыль, как в воздухе концентрация пыли содержится. Вот, но у нас есть, конечно, и каплиструйная техника, которая имеет IP54. Вот, есть дополнительные наборы для аппликаторов, которые позволяют их использовать тоже при повышенной влажности. Вот, что нельзя сказать о термотрансферных принтерах, где головка идет все-таки по открытому материалу, и для нее повышенная влага и пыль – это лишняя угроза для неправильной печати и быстрого выхода из строя. Вот, что могу сказать по принтеплай-машинам? В принципе, у нас есть как защитная мера – это термошкаф, который дополнительно борется и с влагой, и если есть вредный фактор – низкая температура окружающей. Вот, в принципе, можно. И в этом случае использовать принтеплай-машинам. Я просто дополню. Оборудование, которое в презентации было, его достаточно много, оно разнообразное. Естественно, для каждого оборудования производителем указана влажность, при которой оно может работать. Но для некоторого вида оборудования есть дополнительные комплекты, которые расширяют этот диапазон, и работают при низких температурах, и работают при повышенной влажности. По поводу оптимального освещения камеры. Смотрите. Если мы рассматриваем линейную камеру, которая стоит на конвейере, и мимо нее проходит товар на скорости, то здесь только одно, по сути, оптимальное условие, которое реально выполняется на производстве, можно выполнить на производстве, это стабильность освещения. То есть, если у вас большой цех, у него стандартное освещение, лампа под потолком, и оно всегда так происходит, это как бы и хорошо. При пуске, наладке оборудования выставляется камера, выставляется освещение камеры, имеется в виду угол, наклоны камеры таким образом, чтобы считывание происходило все время идеально. Другое дело, если у вас производство небольшое, и система, например, будет стоять рядом с огромным окном, и в пасмурную погоду там будет одно освещение, а когда выходит солнышко, окно выходит как раз на восток, допустим, то там совершенно другое освещение. В этом случае или место, где установлена камера, ну, или окно, соответственно, ну, как-то затемняется так, чтобы опять выполнять условия стабильности освещения. Так, давайте тогда следующий вопрос. Были продемонстрированы примеры нанесения на ФЭП и так далее. Как наносить на стаканчики? Значит, смотрите, на стаканчики, если мы имеем в виду стаканчик, там, как сметана, да, это имеется в виду, такие стаканчики. Ну, тут не написано, но давайте, наверное, там, сметаны или... Значит, смотрите, мы были на нескольких предприятиях, где выпускается продукция в подобной фасовке. Это самая сложная, пожалуй, упаковка для нанесения. Оптимальным местом нанесения для нее является этикетка на дно банки, если это возможно. На платинку наносить на результаты там негативные, то есть нанести можно, считать проблематично, плюс платинка закрыта, как правило, пластиковой крышкой. Вот, то есть всего две возможности, какие мы видим, нанесения. Это нанесение на платинку, но этикетки в центр платинки, тогда ее можно считать, допустим, групповой камерой или в потоке через пластик при определенных условиях. Вспышку для камеры там настроят, подсветку и так далее. И дно самого стакана, снизу, соответственно, организуется боковая поддержка банки с переносом, допустим, с конвейера на конвейер, и в этот момент переноса снизу камера контролирует, наносится этикетка, и камера контролирует эту этикетку. Но здесь риск, если стакан дырявый, то будет грязно. Нет, но если он дырявый, то заранее. Давайте тогда еще один вопрос поясним. Не услышал по проценту брака на кассе, или пропустил. Расскажите еще раз, пожалуйста, по проценту брака на кассе. По проценту брака на кассе... Брака на кассе. Да, сказать не имеем возможности, потому что еще данная продукция, маркированная на кассе, не бывала. То есть какой сканер стоит на кассе, опять же, никто же не знает. Если там будут стоять хорошие сканеры, они считают даже дата-матриксы с квалитетом F, которые могут считаться, а они считаются. Если там стоит бог знает что, так у нас и квалитет A может не считаться на кассе. Мы можем отвечать за процент брака на линии. То есть ставим камеру, настраиваем камеру, настраиваем печать и гарантируем квалитет и процент брака в конце этой производственной линии. Вот за это мы как бы можем отвечать. А что будет происходить на кассе, сказать сложно. Пока даже статистики такой нет. Я, наверное, дополню коллег. Джамал, компания FarmX, TraceX. У нас, кроме как маркировки молочной продукции, мы занимаемся маркировкой разных видов товаров и, соответственно, есть определенные целевые показатели, которых пытаемся добиться. А вот коллеги сказали, что на производственной линии минимальным требованием, когда подбирал CRPT длину кода 44, было выйти на брак 5% при скорости 250 упаковок в минуту. Это возможные показатели при использовании корректного оборудования и так далее. При меньшей скорости этот процент может быть снижен до 3-2%. Далее. Что происходит с самим кодом? Как мы неоднократно упоминали, есть квалитет так называемый ABCDEF. Data Matrix Code содержит 30% избыточных данных. То есть 30% кода, если повредить, он все еще считывается. И каждое уменьшение квалитета на одну единицу уменьшает на 5% допустимое повреждение. Соответственно, если у вас квалитет C, еще 15% этого кода можно ручкой зачеркнуть и так далее. Он все еще считается. Вопрос лишь в том, что если оборудование сканирования двухмерное способно считывать подобный тип кодов, и этикетка повреждена меньше, чем на 30%, если квалитет A, либо меньше, чем на 15% при квалитете C, она однозначно сочетается. Проводилась в сети, аптечной сети NDA мы не можем, по NDA мы не можем назвать саму сеть, но в довольно крупной сети производился эксперимент с разными вариантами а-ля протертой упаковки и тому подобными экспериментальными повреждениями кода, и показатели в целом были неплохие. Но это аптеки, там оборудование с оборудованием немного иначе, чем на кассах, в магазинах. В магазинах эта ситуация лучше, потому что там уже сигареты, и на них имеется такой же датаматрикс, и их необходимо считывать. Поэтому я бы не ожидал, что ситуация будет хуже, чем в аптеках. Соответственно, если вы добиваетесь квалитета A, B, C, то беспокоиться о кассах нужно в последнюю очередь, на мой взгляд. Спасибо, коллеги. Хорошо, давайте следующий вопрос. Как наносить на молоко, которое разливается в пакеты? Какие пакеты вы имеете в виду? Гибкие, мягкие? Ну, наверное, да, давайте так расскажем. Если мягкие пакеты, для этого мы используем термотрансферный принтер Sovema, который вы видели на видео. Сама пленка проходит по самому упаковочной машине, и наш принтер встраивается непосредственно в нее. И на каждую фазу, то есть на каждое отделение пакета наносится маркировка. В принципе, в видео все видно было. Есть такое оборудование, ничего тут сложного в этом нет. И вам, наверное, тоже вопрос к компании Farentech. Смотрите, сколько будет стоить такая система переноса про стакан со сентанлей? Продолжение мы вышли по запросу. У нас контакты все есть, вопросы все тоже есть. В принципе, на видео показана система стабилизации. Система переноса выглядит так же. Два боковых конвейера, которые подхватывают с боков баночку и переносят его с одного конвейера на другой. А в это время снизу происходит маркировка и верификация. То есть стоимость фактически одинаковая. Здесь давайте так. Стоимость и внешний вид. Присылайте ТЗ, мы все-таки его еще раз посмотрим и конкретно опишем вам под вашу задачу. Хорошо, тогда переходим в следующее. Как агрегировать групповую упаковку в полиэтиленовых пакетах? Укладываются в три слоя возглавленную тару. Я не представляю, как это сделать. На ответ определится гибкую упаковку. Наверное, вопрос больше моим коллегам. Агрегировать можно в любой момент. Вы можете сформировать штрих-код и распечатать его на принтере. Допустим, если вы используете терминал сбора данных, прямо оттуда можно дать команду на формирование нового SSC-кода. SSC-код – это как раз тот код, который наклеивается на транспортную упаковку, на палеты. И по мере вложения в него вот этих продуктов, если они сагрегированы, то нужно будет считывать их агрегационные коды SSC. Если они разагрегированы, то нужно датаматриксы считать. И вы производите агрегацию. Операция вполне себе легитимная. Давайте тогда к следующему вопросу. Можно просто уточнить технический аспект агрегации нужны ли программные уточнения? Подошлем уточнения. Давайте пока что к следующему. Вопрос как цель. Технически программно. Вопрос по сути. Система представляет собой промежуточное длину между ERP и CRPT. Что из себя представляет приложение на TSD? Может ли оно работать в оффлайн-режиме? Есть ли у вас выделенный складской модуль ВМС? Это к нам. Джамал. Окей, коллеги. Тут относительно ВМС есть куча разных вопросов. Можно ли исключить внедрение ВМС? При этом наоборот. Можно ли? Итак, коллеги. Если у вас имеется собственный модуль ВМС, наша программа-продукт интегрируется с ней и использует ее возможности и передает в нее отсканированные данные. В продукт входит встроенная ВМС-система, которая может быть включена, и, соответственно, она будет использоваться, и она передает уже в разрезе учета данных в вашу учетную систему либо в складскую систему, но без уже данных, что во что вложено, без данных о ячейках и так далее. То есть, как вы ведете стандартный складской учет. Именно операции ВМС происходят в самом продукте FarmX. Приложение представляет на ТСД из себя мобильное приложение. То есть, сейчас все ТСД, они в основном на мобильной платформе Android. И, соответственно, это мобильное приложение, которое запускается внутри терминала сбора данных, интегрированное и которое умеет работать с сканером, управлять самим сканером. Программное обеспечение получает интегрированное от FarmX задание. То есть, например, если вам нужно подобрать 10 упаковок молока со сроком годности послезавтра, 3 упаковки коробки, имеется в виду йогурта со сроком через 3 недели, и еще что-то, еще что-то со склада, и, допустим, вы указали короб кефира без указания срока годности. Система эта получит из учетной системы по заказу клиента эти данные и автоматически отработает их. Она, зная, какие конкретные коды у вас хранятся на складе, обработает эти коды, отправит в терминал сбора данных как допустимые элементы. То есть, она не позволит взять не тот срок годности либо не ту номенклатуру. Либо не ту номенклатуру. Оно не позволит взять агрегированный товар, например, у вас товар ходит в палету, а вы пытаетесь не изъяв операцией выемки из-за палеты эту коробку отсканировать. Она этот момент тоже отследит и попросит вас разагрегацию произвести либо выемку произвести, как мы видели на видео демонстрации. Аналогично, если не указан срок годности, система выберет минимальный срок годности автоматически в заказе, если не указан. Также имеются разные функциональные возможности по расположению товара в ячейках так называемой притяжения к этой зоне притягивать вот такой товар максимально возможным образом кучковать в эту точку и в эту в другую кучковать более тяжелый товар ближе ко входу и так далее. То есть, там разные схемы поддерживаются. Также там ближе к ходу с ближе истекающим сроком годности располагать товар и тому подобные функции. Но это такой уже момент, который с каждым клиентом отдельно оговариваются. Итак, по терминалам сбора данных они имеются в разных реализациях, влагостойке и так далее. И, как я сказал, терминалы сбора данных это необходимый элемент для того, чтобы эффективно и быстро подбирать товар для клиента. И аналогично, как на складе, так и в грузовике доставки может производиться это сканирование и выдача товара. То есть, если на складе вы заранее готовите тот товар, который будет отдан в конкретную одну точку, то в грузовике доставки вы можете с этого же терминала сбора данных сканировать то, что по факту выдается. И в том и в другом случае эти данные возвращаются из терминала в FarmX, а из FarmX в учетную систему. И также скажу, что да, терминалы могут работать в оффлайн-режиме. И при ближайшем подключении к сети они передадут все доступные для них данные и получат новые задания. Я думаю, что я даже с глупком ответил. Дальше. Еще один вопрос. Есть ли еще решение по передаче данных в честный знак при выгрузке в магазин, исключающий сканирование кода в честный знак водителя? Да, конечно. Такой вариант предусматривает непосредственную подготовку на складе товара, который выгружается под данного клиента. Товар подготавливается, сканируется, на него наклеивается получатель, сопровождающий документы и все, и водитель его выдает. А что конкретно в этой коробке и так далее в данном заказе у вас уже на складе подготовлено и сканировано? Как я сказал, два способа. Либо водитель подготавливает, исчитывает эти данные, конкретно кому какие коды попадают, либо на складе под конкретную точку получателя подготавливается именно адресная подготовленная поставка, куда входят все товары именно данного клиента. Просто в данный момент у всех бизнес-процесс такой. Нам на завтра поступило 500 упаковок кефира, 1000 упаковок молока, сколько-то упаковок того-то, и данная поставка обычно подбирается таким образом, что это все решается задача, как грузовики проедут по адресу, какие приедут забирать сами и так далее. И в зависимости от этого этот товар распределяется, грузится и уже по факту раздается. Но в связи с введением маркировки появляется, как я сказал, задача либо для склада, либо для экспедитора отсканировать данный товар, который попадет к конкретному клиенту. Если это делается на складе, нужно делать адресные сборки товара. Следующий вопрос. Смотрите. Что делать с продукцией, на которую нанесен код, но в дальнейшем ее отбраковывают по причине несоответствия качества? Если речь идет про линию, если она на линии была сразу отбракована по несоответствию кода и так далее, программное посещение автоматически отправит в маркировку отчет о том, что данный товар, данный код не был нанесен, код терминирован, и за этот код платить не придется, если речь при этом. Если он в дальнейшем был уже код нанесен и на складе был поврежден или от клиента возвращен в связи с браком, истечением срока годности и тому подобное, я показывал операцию списания, в учетной системе подготавливаются данные для списания, и в терминале сканируется конкретный товар, который списывается. И после этого происходит обычное типовое списание, то, как вы это делаете сейчас, с момента, как отсканирован, коды переданы в маркировку товаров, как списаны, и далее уже этот товар подлежит типовому процессу списания, его уже продавать нельзя. Тут еще было пару вопросов по поводу этапов введения, давайте, наверное, я на них отвечу. Смотрите, с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года проводится эксперимент о маркировке. С 20 января 2021 года будет начало обязательной маркировки по определенным группам. Определенную группу можно посмотреть на сайте «Честный знак», и у них там есть более подробная информация. И смотрите, еще был вопрос, скучку. Давайте вот до конца поясним Михаилу по поводу ВМС. Не совсем понятно, почему ваше решение передает данные о сканированных кодах на складе ВМС. Все должно быть наоборот при наличии ВМС в моем представлении. Окей, на этот вопрос отвечу также я. Да, если у вашей ВМС интегрирована с терминалами сбора данных, то тогда все может быть наоборот. В таком случае мы из перемены исключаем нашу ВМС, исключаем встроенную ВМС, исключаем встроенную интеграцию с терминалами данных, и мы можем интегрироваться с вашей ВМС и получать от нее все необходимые данные об отсканированных товарах, подготовленных товарах и так далее. Этот функционал поддерживается, и также поддерживается в том числе и функционал так называемых 3PL-ей, когда у вас собственного склада нет, и все складские операции для вас производит третья сторона, у которой все складские сотрудники относятся к той компании, которая для вас эти операции производит, а у вас есть только кладовщик, который контролирует отгрузки и приемку товара. В таком случае мы поддерживаем в том числе интеграцию с их информационной системой, используя их как ВМС и получая от них данные об произведенных агрегационных, отгрузочных и прочих операциях. В связи с тем, что обязательство передавать отчеты лежит как на владельца товара все равно она у вас. Да, этот функционал возможен также. Надеюсь, Михаилу мы на все ответили. Предлагаю отдать, кто же Михаил пишет, предлагаю отдать поездать имминалы водителям, вы учитываете то, что компания работает с наемниками. Вторая ситуация, свой парк примерно 60, ТС-60 ТС-Д. 60 умножить на 50 тысяч рублей, это затраты на оборудование ТС-Д для водителей. Да, где-то так. Это коллеги. Очевидно, что да, будут определенные затраты, связанные с маркировкой. В связи с тем, что маркировка вещь, которая влияет на физические процессы на складе и с доставкой товара с нанесением кода маркировки и так далее. То есть, это не нечто виртуальное, это не изменение каких-то нормативов хранения и тому подобное. То есть, это деятельность, влияющая непосредственно на физический мир и, соответственно, это не может быть без покупки оборудования, без изменения бизнес-процессов и так далее. Да, будут затраты и такова реальность, что да. мы пытаемся их в возможной степени снизить. Для маленьких компаний, для совсем маленьких, у которых, не знаю, склады, одно помещение с входом и выходом, то, наверное, теоретически возможно отказаться от терминала сбора данных и использовать радиосканеры, но это реально для очень маленьких компаний. А мобильный телефон можно использовать как вариант, но это совсем бюджетный. Да, можно. Для андроидных телефонов имеются мобильные приложения, которые можно также установить и не выдавать им. Но там скорость операции немного ниже, чем на лазером сканере. Ну, то есть, для водителей, на самом деле, которым нужно оперативно, вот, допустим, мы сагрегировали полностью товар и он, по факту, отгружает там какими-то уже коробами подбора, то это вполне бюджетный вариант. Единственное, там лицензии на клеверинское решение все равно будут. В случае, если коробка уже полностью подобрана, то можно не сканировать у водителя. Вопрос лишь в том, что если на складе уже все разложили для подданного клиента и подготовили, то уже водителю это сканировать не нужно. На складе можно заранее подготовить под конкретную точку, там, не знаю, семерочка на Ленина 15. Семерочка, пятерочка. И, соответственно, под этот адрес подготовленный есть сборный товар внутри короба или на палете, то в таком случае водителю сканировать нет необходимости. Он это просто передает и все. Вы уже заранее все отсканировали, что в эту поставку входит. Вопрос лишь в том, что когда грузовик грузят палетой молока, палетой кефира и десятью ящиками йогурта, и это все водитель по накладным распределяет, с палетой снимает два короба в этой точке, три короба в другой точке и так далее. То есть у него нету заранее подобрана под каждую точку товара. Вот в этом случае то, что он выдает, ему необходимо сканировать. То есть как я сказал, есть две бизнес-модели и разные компании выбирают ее под себя. У кого там свой парк и надежные водители, те берут и оставляют бизнес-процесс, не усложняя работу склада, а немного усложняв работу экспедиторов. А в том случае, когда это все наемные компании по доставке и естественно выдавать им под их ответственность терминалы выглядит идеей сомнительной, то весь этот подбор и подготовку под конкретного получателя товара необходимо делать у себя на складе. Потому что если экспедитор, которому нельзя доверить терминал, то ему нельзя доверить точность этих операций, потому что они тоже будут делаться тяп-ляп. У нас осталось еще пара вопросов. Что делать с товаром, который уже относится на складе? К примеру, пришел сыр, голова весит 10 килограмм, клиенту должны дать 5 килограмм. Если вы возражаете, я постараюсь ответить. Мы находимся в тесном контакте с ЦРПТ. На ЦРПТ также создана рабочая группа по молоку. И вот этот кейс, когда в частности по сыру, когда с производства приходит головка сыра весом, скажем, 10 килограмм, на ней свой уникальный код, она режется и на кассу пробивается частями. Нет, вопрос в стадии еще согласования и наверное, правильно его задать в группу поддержки честный знак у них электронная почта support собака цирпат и точка ружь. Спасибо. Коллеги, два комментария по этому же вопросу. Первый то, что аналогичную проблему, когда лекарственные средства продаются частями, то есть есть большая упаковка, например, будем говорить чего-то флю, из нее пэкеджи достаются по одной штуке и продаются. Там поддерживается одна восьмая, одна девятая, одна пятнадцатая и так далее. Соотношение один дробь сколько-то от упаковки продажи. Вероятнее, что-то наподобие этого для молочки тоже введут. То есть в процентах сколько-то процентов товара или в граммах. То есть появится некий механизм дробления. Раз это сделали для лекарств, для молочки абсолютно очевидно, что это тоже допустимо. Пункт второй. Мы надеемся проводить эти вебинары систематически, то есть циклом и делиться с вами новыми знаниями об маркировке молочной продукции, нашим опытом делиться. И, соответственно, раз в два-три вебинара мы будем приглашать коллеги с ЦРПТ для подобных вопросов. А этот вопрос мы, соответственно, внесем список вопросов для ЦРПТ. Если мы на него выясним ответ раньше, естественно, мы ответим раньше. Коллеги, я немножко добавлю по этому вопросу. Смотрите, на последнем вебинаре ЦРПТ сказала, что они прорабатывают этот вопрос с весовым товаром в их рабочей группе и пока что они тоже не могут дать ответ, потому что это статус эксперимента и не все процессы с чего отработали. И финальный наш вопрос, что будет содержаться в датаматрикс-фозе? Коллеги, на этот вопрос я рассказывал вначале, еще раз привожу вот этот слайд. Видно на экране? Все хорошо видно, да, конечно. Вот код маркировки равняется и дальше это джетин, серийный номер. Джетин это описание конкретного вида продукта, в частности молоко, кефир, сметана. Вот, серийный номер связан с номером партии и код проверки это информация, которая добавляется цифровой код маркировки, связана с регистратором эмиссии, это отдельная тема. Суммарно длина кода маркировки, говорю по памяти, от 37 до 45 по-моему, символов, связана с тем, что на быстроповтящиеся товары код указывается в формате дата-время выпуска, на остальные товары достаточно только даты. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Спасибо. Так, ну что ж, вопросы у нас на сегодня закончились. Благодарю вас за интересные вопросы, если вы на какие-то не ответили, то мы всегда готовы к общению, пишите, звоните, мы с удовольствием ответим. Ну, да, я хочу добавить, да, действительно, дата-время и партия это опциональные параметры в дата-матриксе и их использование практически никем на рынке не применяется, потому что резко снижает удобство работы, то есть добавляет множество проблем. Вот, ну, в целом, да, по дата-матриксу вы можете почитать на частном знаке, очень много документации. Коллеги, держим всех на связи, разошлем материалы, спасибо большое за участие, было интересно. всего доброго, хорошего дня. объединяюсь, коллеги, спасибо всем вебинаров, вопросы интересуют. Мы постараемся подготовить развернутые описания и ответы на все, что вас интересует в следующем вебинаре. Спасибо. Спасибо. Мы благодарим всех за участие, до новых встреч. Спасибо, до свидания. за субтитры, до новых встреч. Продолжение следует...